Ковальчук, очень скучаю по Дацуку и надеюсь увидеть его в Лос-Анджелесе. Спорт РИА Новости, 1 мая 2019 года. Ковальчук, очень скучаю по Дацуку и надеюсь увидеть его в Лос-Анджелесе. 7.38 РИА Новости, Алексей Куденко, Илья Ковальчук. РИА Новости, Алексей Куденко. Семен Галькович. Эрспорт. Все материалы. Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук перед матчем Евротура в Стокгольме рассказал российским журналистам, какой видит свою роль в национальной команде, подвел итоги первого после возвращения сезона в национальной хоккейной лиге и признался, что с каждым новым днем рождения все больше грустит из-за возраста. Илья, прежде всего, что для вас это назначение капитаном сборной России? Эмоции, на самом деле, простые. Для меня это огромная ответственность. И это всегда так, но быть капитаном именно такой команды, которой у нас сейчас собирается, особенно большая честь и большая ответственность. Даже вас впечатляет состав сборной России в этом году. Да, звезды сошлись в этом году. Но это и ответственность, потому что от тебя ждут только победы, когда столько ребят приезжают. Нам надо эту ответственность направить в нужное русло, чтобы все ребята понимали, зачем мы здесь собрались, чтобы мы принесли радость стране. Полночь 15. Звездный десант сборной России пройдет проверку чешским этапом Евротура. Если в сборную приедет Ковальчук, приедут и другие. Слышали такое мнение? У каждого свои голова на плечах, все взрослые ребята же. Да и все с огромным желанием всегда приезжают. Просто сейчас вышло так, что все вылетели в первом раунде плей-офф НХЛ. И это на руку сборной. Есть время сыграться, наиграть комбинации. Большинство. Это очень важно. Ожидается, что вы будете играть в четвертом звене. И места в первых двух тройках нападения, прямо скажем, не видно. Нет дискомфорта? Ничего страшного в этом нет. Будем доказывать игрой, что достойно большего. В этой команде большая конкуренция, и это здорово. Думаю, что каждый приезжающий в эту команду понимает, что его роль тут изменится, потому что многие ребята играют на одной позиции, примерно в одном стиле. Те же Кирилл Капризов и Миша Григоренко играли главные роли весь сезон. А сейчас как получится, никто не скажет. Каждый должен понимать цель, которая стоит перед командой, а не перед ним самим. Вчера. 21.57. Ковальчук, быть капитаном такой сборной России особенно большая честь. Владислав Третьяк еще в начале февраля сказал, что Ковальчука нужно обязательно брать на чемпионат мира, потому что в команде должен быть Батяня. Вы ощущаете себя Батяней? Мне же 36 лет исполнилось пару недель назад, и все поздравляли, все звонили, но скажу честно. С каждым днем рождения становится все грустнее, потому что понимаешь, возраст. Недавно еще был 17-летним пацаном, первый раз приехавшим в сборную. Помню, как смотрел на взрослых мужиков, и думал, ну ничего себе. А сейчас уже сам такой. Но главное, что есть силы, эмоции и желания, а возраст это только число. Такому звездному подбору игроков вообще нужен дядька. Время покажет. В любом случае, я приехал не палкой кого-то гонять, кричать что-то, а играть, стараться завоевать место в составе. Повышенное внимание приковано к Никите Кучерову. Он заслужил хард-трофи. На все 100%. Я просто не знал Никиту раньше, а сейчас уже неделю почти провел рядом с ним. Он, конечно, впечатляет. Серьезный, талантливый парень, очень сильно выделяется. Вчера, 9.54. Овечкин, Кузнецов и Орлов присоединились к сборной России по хоккею. Бывает легкий путь, а бывает мой. Почему у вас все-таки не сложился сезон в Лос-Анджелесе? Я готовился к сезону как обычно и чувствовал себя хорошо, но попал в ситуацию, где тренер на меня не особо рассчитывал, и сложно было что-то сделать с этим. Когда давали шанс, старался. Команда тоже плохо сыграла, дай бог. С приходом нового тренера Тодда Маклилана что-то изменится. Надеюсь, игроков хороших подпишет клуб. Сейчас вот Коля Прохоркин приедет, это очень серьезное усиление для нас, улыбается. После такого сезона желание не отпадает еще два года играть в Кингс? Не только не отпадает, а наоборот. Это только мотивирует меня сильнее. Я совсем не тот парень, который бросит все и уедет. Я поставил перед собой много задач и буду к ним идти. Просто бывает легкий путь, а бывает мой. Он чуть посложнее, у меня обычно так. Если серьезно, что думаете о Прохоркине? Какие у вас отношения? Мы хорошо общались в СКА, и он очень хороший игрок. Просто его надо подталкивать постоянно, мотивировать. Но он это поймет все сам, приехав в НХЛ, там требования другие. Ему главное приехать готовым на 100%, а в таланте его сомневаться не приходится. Не общались с ним еще? Пока нет. Боюсь ему писать, потому что будет очень много вопросов, а я пока сосредоточился на чемпионате мира. Потом пообщаемся обязательно. Вы рады приходу Маклеллана? Я говорил с Женей Набоковым и Дэнью Хитли, игравшими у него в Сан-Хосе, они позитивно отзываются. Загадывать не хочу ничего, мое дело подготовиться и приехать в лагерь. С предыдущим тренером у вас совсем не сложилось. Публичная критика тренера игроком не такое частое явление. Да я ничего такого и не сказал, это больше пресса раздула, мне кажется. Просто накопилось, если честно. Со мной никто не общался, а я хотел донести свое мнение. Важно, что ребята в команде меня поддержали, ничего страшного не произошло. Тяжело было, когда Кингс уехали на выезд, а вы остались работать по своей программе. Так это моя инициатива была. Мне сказали, что играть я на выезде в Канаду не буду, а там 5 часов лета в одну сторону и 3 игры за 4 дня. Так что мне оставили тренера, и я работал с ним. Время с семьей зато провел, все отлично. 17 апреля, полночь 46. Тут Маклилайн стал главным тренером Лос-Анджелес Кингс. Уже готовились к чемпионату мира, получается. Смеется. Нет, рано было еще. Потом же меня поставили поиграть в хоккей, и я даже несколько голов еще забил. Знарок в Спартаке, это круто. Следили за КХЛ в этом сезоне. Посмотрел несколько матчей в серии ЦСКА и СКА. У Питера были все шансы, если бы Макс Карпов забил 1 в 0 в седьмом матче, все могло поменяться. Молодцы ЦСКА, выиграли регулярку, и плей ее в достойный сезон, поздравляю их. Нужен ли Капризову еще один год в КХЛ? Готов ли он к НХЛ? Готов, конечно. Полностью готов, но у него контракт, и понятно, что он будет играть за ЦСКА. Они сохраняют костяк, у них хороший шанс выиграть еще один кубок Гагарина, почему нет? Он парень с головой, его не Москва, ничто другое от хоккея не может отвлечь. Как отнеслись к назначению Олега Знарка в Спартак? Видел его и Хариса Виталинша в Риге на прошлой неделе, обсудили это, я его поздравил. Это круто, такие тренеры обязаны работать, тем более, что Спартак важный для меня клуб, я там играл. Знаю, что теперь многие ребята хотят попасть туда, поиграть у Знарко. 9 апреля, 22.58. Датсук, СКА не выполнил задачу на сезон, не завоевав кубок Гагарина. Павла Датсука не хватает вам в сборной? Я уже без него не представляю ни сборную, ни СКА. Очень скучаю по нему, конечно, но решение Паши надо уважать, это великий спортсмен и человек. Ждете его перехода в автомобилист? Я надеюсь, что он в Лос-Анджелес на сезон приедет. Передайте ему, пожалуйста, что мы его очень ждем.